Я не просто так задаю вопрос, зачем пришли на тему деньги. Дело в том, что тема деньги, она сама по себе сейчас на рынке очень сильно обкатываемая. Вы понимаете, у каждого человека существуют какие-то ожидания. Ожидания на тему, и как правило, мне понравилось недавно на семинаре по экстрасенсорике, одна женщина, она пришла, заплатила за семинар, и сразу спровоцировала тренера, чтобы он сделал ставку в евро-миллион. То есть купить миллион за 200 долларов, да, круто. Но мы ведь, когда приходим на семинары по теме деньги, мы тоже ждем, что мы пришли на семинар, заплатили за что-то, да, за то, что тренер нам в ответ даст нечто, что нам принесет вознаграждение, да. И у каждого человека есть ожидания, ожидания обратной прибыли. И на этом деле, на ожиданиях строится реально зарабатывание денег. То есть фактически человек приходит, он готов платить за свое ожидание, потому что он верит в чудо, что ему пойдет сверху этот миллион, да. Он за него платит, и первый бизнес, который строится, первое правило бизнеса, люди готовы платить за свое ожидание. Если вы будете строить какой-то бизнес, да, то учитывайте это правило, потому что первое, на что человек готов потратиться, это его ожидание. Вот. Самое интересное, что конечный результат проверяют далеко не все. Просто у человека ум разводит так, сегодня одно ожидание, а завтра другое ожидание, а послезавтра третье ожидание. И человек платит за это, платит и платит и платит. Ну, это когда вы строите бизнес, а когда на вас строят бизнес, да. Вот. Осознанность начинается с того момента, когда человек начинает понимать вот эти вот фишки, когда на нем, да. Так вот, сознание на мне и на нем, да, оно, в принципе, по-другому называется. Я на нами или я на себя, да. И это огромная пропасть между людьми, пропасть в сознании. Пропасть в сознании настолько большая, что до того, пока человек не изменит сознание на то, что я на себя, да, и не на мне, да, вот только после этого можно говорить о деньгах, о доходах, да, реально. И мне, например, в жизни очень нравится общаться с людьми, которые реализовались, у которых вот эти все жизненные параметры выстроены, и у которых мышление изменено, они уже не на нами, они уже на себя. Почему нравится? Потому что это определенная свобода мышления человека, свобода выбора, свобода самоорганизации. Ведь что такое я на себя? Это то, с чего начинаются деньги у человека, да. И это значит, что человек полностью взял ответственность за свою жизнь на себя. Это полное нахождение. Человек может находиться и в объективном восприятии, но все, что касается денег, помните, субъективное восприятие, там вот человек творец своей реальности, он свою субъективную вселенную взял на себя. Ну, где-то невыгодно. Нам же выгодно сказать, виноват дядя Федя, виновата государство, виновата общество. Но в этом восприятии вы же так сказать не можете. Согласен? Понимаете? И вот этот вот разрыв, который получается, с одной стороны, ведь так проще и так выгоднее, спихнул на кого-то ответственность, и сказал, мне не платят зарплату, вот поэтому я такой бедный и не могу себе этого позволить. А с другой стороны, блин, я же Бог, я пришел в эту реальность Богом, и я могу здесь все, и меня никто не имеет права ограничивать. Ведь это на самом деле правда. И вот этот вот разрыв разделяет выгода. Выгода и внутренняя слабость. Сейчас я возьму маркер. В суфе говорят 495, я не помню, сколько там параметров бытия, которые описывают. Ну, все-все-все. Есть основные, есть дополнительные параметры бытия, и человек как равновесная структура, грубо говоря, вот его полевая оболочка там, и все параметры, вот они, когда они в гармонии, то человек такой равновесный, все классно. Когда вы говорите, вот при таком вот раскладе, если у вас все параметры в гармонии с вами, и в норме, даже если это маленькая гармония, даже если у вас один ребенок, однокомнатная квартира, зарплата там 5 миллионов белорусских рублей, да, с родителями все хорошо, вроде не болеют, в больнице не лежат, это маленькая, но гармония, да. Гармония может быть очень большой, да, когда там вилла, яхта, и так далее, и так далее. Сейчас мы посмотрим, в чем разница. Смотрите, вот параметр деньги, это один из параметров. Человек заявляет, я хочу быть миллионером. Один параметр ушел, да? Скажите, напряжение по остальной части увеличится или не увеличится? Нет. Напряжение, как выровнять, чтобы ушло напряжение? Либо все параметры увеличить, либо уменьшить. Тогда во Вселенной все будет гармонично. И это очевидно. Если человек начинает расширяться постепенно, то есть вот это все нарастает постепенно. Человек стартовал с нуля, родил одного, второго, третьего, четвертого, пятого ребенка, да? Потом он понял, что у него уже физическая закончилась возможность рожать детей. Значит, есть детские дома, у Бога все дети одинаковые на самом деле. Есть хосписы, есть благотворительность. Поехали компенсировать те параметры, которые ты уже не можешь восполнить сам. Условия жизни свои, соответственно, дом должен быть другим, да? Соответственно, творческая реализация, соответственно, на помощь другим людям и так далее. Вот, вот когда человек начинает выстраивать вот так гармонично параметры, тогда его не перекашивает. И тогда у него все хорошо. Если вот этот перекос, он же где только там и рвется. Где-то с детьми проблема, раз, дети наркоманами стали, где-то здоровье покатило, вот он только денег кучу заработал, а уже покойник, да? И понеслось, понеслось. Это, когда человек заявляет, хочу денег, хочу стать миллионером, ему вот этого не осознает. Вопрос, а нужны ли будут деньги? Потом тосты будут за то, что здоровье за деньги не купишь, там, и всякая такая еруда, которая говорится в жизни у человека в виде убеждений. По факту все очень просто. Когда они заявляют, когда человек заявляет, хочу стать миллионером, да? На самом деле нужны ему деньги или нужна ему творческая реализация? Если деньги – это мера, это мера энергетическая, да? То первое, что важно для человека, да, для того, чтобы это все-таки случилось в его жизни, чтобы они пришли в его жизнь, это действительно, чтобы была яркая творческая реализация. Творческая реализация, опять, когда мы возвращаемся, когда у человека наступает яркая творческая реализация, когда человек занимается своим делом, когда человек идет по пути своего предназначения, когда человек ловит кайф от того, что он делает, когда он реализуется, у него выбрасывается психическая энергия и удовольствие от того, что он делает. И когда он своим делом любимым может заниматься по 24 часа в сутки, не спать, не есть и так далее. Но тогда, когда человек так занимается, он уже свою деятельность не меряет в деньгах. Понимаете? Вот мы заходим к деньгам, теперь с обратной стороны. Таким образом, чтобы прийти в эту точку, он получается, постепенно начинает с творчества, с реализации, с расширения. Он везде расширяется, а Вселенная ему за это назад платит. и платит, как правило, деньгами. Вот этот вариант расширения, когда человек расширяется, заходит, приходит в эту точку, эта точка тогда получается от Вселенной вознаграждение. И первое правило получения денег во Вселенной ты сперва тратишь миллион, а потом ты его получаешь. Субтитры создавал DimaTorzok